Лень – это проблема ума. Он должен понять, что ему важно в жизни. То есть сделать нужно, нужно действие. Вокруг вас есть существа, которые не заинтересованы в том, чтобы вы духовно росли, потому что вы меняете частоты. Пока человек говорит «я не могу», это он не хочет. Когда человек говорит «я могу в любое время», но не делает, то же самое. Но когда человек занимается йогой, он даже над этим поднимается. Джей Сайрам, сегодня мы хотели бы вам задать вопросы о лене. И первый вопрос, откуда берется эта самая лень, и почему человеку так свойственно откладывать свои дела на потом? Лень берется из Вселенной. Вселенная, она же ленная вся. Вся ленная. Я шучу. Лень – это качество тамасичного ума. Человек, который находится в тамасе, он всегда будет лениться, ему ничего не хочется. Отсутствие мотивации, отсутствие каких-то интересов. Ничего не хочу. Более того, на этом фоне тамас в какой-то связи с раджесом говорит «да у меня все есть, мне все… ничего не нужно». Тогда задаешь вопрос человеку, если тебе ничего не нужно, почему ты тогда одеваешь красивые вещи, хочешь иметь что-то, что-то, что тебе хочется, но ты ничего не делаешь для саморазвития, к примеру. То есть материальное – оно важно, а духовное – не важно. Это проблема ума. Лень – это проблема ума. Это проблема человека, который должен, по сути, находясь вот в этом состоянии, вылезти из этого. Но когда он должен, он должен сам решить, должен он или нет для самого себя. Что ему в жизни интересно? Как правило, такие люди должны вылезти из этого через вдохновение, самовдохновение, через понимание. Необходимо избавиться от этого. А избавиться от этого можно путем трансформации сознания. Тогда такому человеку говоришь, чтобы вылезти из томасичного состояния, нужно поменять диету. Чтобы вылезти из томасичного состояния, нужно заняться каким-то видом спорта, к примеру, да, быть активным. Чтобы вылезти из этого, нужно перестать смотреть целыми днями какие-нибудь кино, интернет и так далее, просто заняться собой. Потому что это виртуальная составляющая. Человек получает впечатление через очень большое влияние интернета, фильмов там и всего остального. Он уже получил впечатление, ему ничего не нужно. Он ничего не хочет делать, потому что в нем уже есть, как ему кажется. То есть он уже получил определенную информацию, а вы знаете, что для мозга неважно, если ты бежишь или ты видишь, что бежишь или кто-то бежит, это одна и та же реакция. Получается, что вы в интернете виртуально уже побыли в этом состоянии, что-то получили и так далее, и вам уже ничего не нужно. Это накапливается все. Предположим, если человек все-таки понял, что он ленится, решил перебороть свою лень, откуда ему черпать мотивацию? Он должен понять, что ему важно в жизни, ради чего он живет. Например, люди, которые, допустим, ничего никогда не хотели, но попадают в тяжелые ситуации жизненные, они же включаются, это внутреннее просыпается в нем, а ситуация жизни как раз-таки и возникла, только по той причине, чтобы он включился. Поэтому я говорю, не ждите, пока жизнь заставит вас, начните сами делать. Мотивация тогда, когда... Ну, она рождается тогда, когда у тебя есть цель какая-то. Это и есть мотивация, по сути. Либо выжить, либо достичь чего-то очень важного. А вот есть наоборот очень замотивированные люди. Сейчас же очень много бизнес-тренингов. Они мотивируют на цели, на достижение результатов, на заработок. Но если такому замотивированному человеку сказать, вот сядь в медитацию, закрой глаза, посиди спокойно, без движений, хотя бы 15 минут. У него не получается это сделать, у него мечется ум, он через минуту уже хочет вскочить и убежать. Почему так происходит? Как успокоить ум? Как заставить себя медитировать качественно и эффективно? Такой человек, о котором ты говоришь, это человек находится в раджесе. Он не может спокойно сидеть. Его ум постоянно хочет перемен. Это привязанность к внешнему миру, это желание добиться, это то, что называется раджес, активность ума. Предыдущий пример — это тамас. Тупость, пассивность, ничего не хочу, мне ничего не нужно. Сон. То есть это забвение, образно говоря. В данном случае это раджес. Но человеку нужно войти в состояние сатвы, где основанием или фундаментом является и тамас, и раджес. Очищенное сознание превращается в сатвичное. Сатва — это божественность, это объемность, это гармония, баланс. И при этом это активность. То есть человек может быть спокоен, но в этом спокойствии он может быть очень активным, очень быстрым, если нужно. Но внутренний покой сохраняется. Что такое вообще покой? Это движение в равновесии. Если человек спокоен, он может двигаться. Он может быть активным, но он может быть равновесным, он может быть в балансе. Такой человек божественен. То есть вы говорите, что для того, чтобы бороться с такими негативными качествами, как лень, нужно работать с гунами материальной природы, их повышать. А вот в этом есть какие-то общие советы, или это тоже индивидуально? Потому что та же астрология, рассматривая человека, выделяет планеты или созвездия, которые на него влияют наиболее активно, и даёт советы, как повышать гунны материальной природы именно ему. Все советы, которые даёт астрология, в принципе хороши. Для того она и существует. И эта же астрология даёт советы, как избавиться от самой себя. То есть по сути это работает. Это знание. Действительно, если человек совершает какие-то упаи, совершает какие-то действия, упаи – это действие умилостивания, вот этого всего, то есть трансформация, совершает действия в направлении достижения каких-то целей высоких, это включает в нём определённые энергии. То есть человек становится на путь, где ему интересно, и он начинает чувствовать перемены. Когда он начинает чувствовать перемены, он, по сути, заряжает себя этими переменами, он вдохновляется этим, он видит, что меняется жизнь, меняется его отношение, он движется дальше. Так происходит эволюция человеческая. Но требуется для начала хотя бы 21 день через усилие вставать и делать. Если человек ничего не делает, то он только в ментале будет космически выраженным, а физически он на ногах стоять не сможет. Поэтому люди, которые говорят о том, что они всё умеют, многое знают, но и говорят, что они всё умеют, пусть покажут, что они умеют, пусть сами себе докажут, что они действительно умеют. То есть речь идёт о том, что одно дело ты знаешь как, но не умеешь. То есть сделать нужно, нужно действие. Действие – это как раз то, что совершает человек как кармическое действие на пути к возвышению, к тому, чтобы подняться над своей ленью, встать и делать. Требуется 21 день. Это переписывает нейронные связи. Это связано именно с мозгом, с его привычками и нежеланием, которые потом превращаются в привычка и желание. Привычка делать так, как надо, и она даёт хороший результат. И вырабатывается определённый ряд гормонов, которые потом человек хочет пополнить, восполнить. Допустим, гормон, который производится через спорт. Тот же дофамин, например, да? Другой вид. Который, по сути, заставляет человека, и вот если ты не сделал всё, тебе как будто чего-то не хватает. Это всё элементы, связанные с психикой. Но когда человек занимается йогой, он даже над этим поднимается. Вы можете использовать механизмы, которые с этим связаны. Это мозг с его проявлениями. Но вы поднимаетесь над этим, тогда здесь воля пробуждается, и тогда вы просто используете свой инструмент. А вот организм человека — это же очень мудрый механизм, а он в каких-то случаях может обезопасить человека, включив у него лень. Ну, к примеру, если человек там перетрудился, потратил много энергии, или у лени, в принципе, не может быть никаких позитивных аспектов. Когда включается лень, это включаются механизмы элементалиев, астральных существ, которые влияют на сознание человека и говорят, ты сегодня целый день не ел, поешь вечером, ты сегодня целый день работал, отдохни, зачем тебе медитировать, завтра помедитируешь. Это и есть то, что на тебя влияет. То есть вокруг вас есть существа, которые не заинтересованы в том, чтобы вы духовно росли, потому что вы меняете частоты. Когда вы меняете частоты, они с вами уже не могут быть в сопряжении, им это некомфортно. И, соответственно, они делают все возможное, чтобы вас сбить с толку. Более того, есть более продвинутые астральные существа, которые заинтересованы в том, чтобы вы духовно не эволюционировали, но работали на них зачастую. Большинство людей, которые хотят есть и не думают о том, почему они хотят есть, вообще кто хочет есть, кто этот, кто хочет есть, да? К примеру, либо курить, либо пить, не дай Бог. Это все люди, которые одержаны. Они находятся под влиянием, под воздействием. Это одержание. Значит, нужно усилия приложить, вылезти из этого. Когда человек говорит, я не могу, это он не хочет. Когда человек говорит, я могу в любое время, но не делает, то же самое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok